Кто стоит за провокациями в адрес официального Минска? Президент знает ответ, и если белорусскую аудиторию он вряд ли удивит, то вот арабоязычный мир наверняка узнал много нового об отношениях Беларуси и коллективного Запада. Важные заявления Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу Sky News Arabia. Оно вышло в эфир сегодня. Полную версию сегодня же, чуть позже, увидят и белорусы. Мы же покажем несколько любопытных фрагментов. Экстренная посадка самолета Ryanair, по сути, задала тон беседе. Официальный Минск неоднократно опровергал домыслы относительно инцидента, и все же Александр Лукашенко вновь терпеливо описал хронологию событий. Минск не принуждал самолет к посадке в местном аэропорту. Это решение принял пилот, несмотря на то, что до пункта назначения Вильнюса оставались считанные минуты в небе. При этом объяснений командира корабля в Беларуси так и не услышали. Некоторые могут сказать, вы знаете, ну вот президент говорит неправду, ему невыгодно сказать правду, что мы якобы принудили к посадке этот самолет. Тогда я могу просто задать вопрос на подобный вопрос. У вас есть факты, что мы кого-то принуждали к посадке? Если они есть, положите их на стол. Если такие факты будут, мы извинимся перед всем миром за подобные деяния. Но до сих пор таких фактов никто не представил, что мы якобы вынудили этот самолет приземлиться в Минске. Нет таких фактов. Не вы, осведомленный журналист и ваши коллеги, не общественность на Западе, да и в Беларуси. Мы не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу. События с самолетом – это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того, чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси. Чтобы не допустить ее дальнейшего развития. Больше того, Александр Лукашенко уверен, что даже если бы на том самом борту не находился разыскиваемый Протасевич, Запад нашел бы другой повод для нападок на Минск и введения санкций. Так кто стоит за всем этим, для президента ответ очевиден. За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты Америки, их спецслужбы и не только. Прежде всего, повестку дня эту формируют там политики, а спецслужбы – исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем. Это Литва, отчасти Латвия. Прежде всего, Польша и Украина. Последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси со стороны Германии. И, мать, с ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека – это все слова. Мы совсем недавно, при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет. Наоборот, надметается ситуация. Поэтому с ними на языке права разговаривать бесполезно. Беларусь не в том положении находилась, да и сейчас находится, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. Это себе могут позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак, они его разбомбили. Надо было поставить на колени Афганистан, они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия мощная в военном отношении страна. Но не мы, мы знаем свое место. Но коллективный Запад во главе с Вашингтоном, они не могут нам позволить быть суверенными и независимыми государством. А мы говорим о том, что это наше право быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права. Мы его защищаем и будем защищать. Отношения Минска и Европейского Союза, по мнению Александра Лукашенко, сегодня с трудом можно назвать диалогом. Журналисты интересовало, могут ли в нормализации отношений помочь посредники? Я вообще не люблю посредничество всякое. Но если, уважаемый имат, твоя страна будет посредником в этом диалоге, я не откажусь. Потому что это объективные люди, честные и порядочные. Поэтому, если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то Эмираты могли бы стать таким посредником. Я за. Не менее громкими темами стали обвинения в адрес Минска в содействии нелегальной миграции в ЕС и влиянии западных санкций на белорусскую экономику. Интервью без купюр смотрите сегодня в 21.30 у наших коллег на Беларусь. Один.